Всем здравствуйте! В эфире Интересное в сети. С вами Олег Розивилов. Давайте начинать. Начнём с новостей. На прошлой неделе было солнечное затмение. Однако пользователи интернета установили, что не на всей территории нашей планеты затмение носило одинаковый характер. Например, на США солнечное затмение выглядело вот так. В городе Липецке орудует шайка литературных хулиганов. Друзья, мне страшно за наш город. Этак, скоро человек, который отнимает у вас кошелёк, будет разговаривать на трёхсложном ямби. А потом выпал снег. Впервые лень пошла на пользу такому огромному количеству людей. Ты поленился, не переобулся на летнюю резину, а тут раз, и зима вернулась. Ни одна наша программа не обходится без видеокошек. Я всё больше убеждаюсь, что эти пушистые создания слуги лицефера. Вообще я отношу себя к любителям собак, нежели кошек. Однако последние явно отстают в интеллектуальном разметии. Ну, судите сами. Коты обладают вот таким интересным взглядом. Ну, а собаки могут делать вот так. Итак, кошка, собака, собака, кошка. Вывод очевиден. Мне всегда было интересно, что о нашем городе думают его гости. И внимание на комментарий к этой фотографии. Вот он, великий и ужасный источник знаменитого липецкого бьета. Я считала, что мне нравится эта вода, а оказывается, хитрые липчане её сильно очищают, иначе, как колдостом, и только потом толкают на прилавки страны. Чувствуете гордость? Дальше лучше. Ей в ответ вот такой комментарий. Вик, открой тайну. Раньше эту воду прописывали с тёплым молоком вместе. Фу, вообще вы можете себе представить нашу минералку смешать с молоком и выпить? После нашей предыдущей программы многие задавались вопросом, в чём смысл видео про Елец? На этой неделе тайна раскрылась. Внимание на экран. Эта фотография всё объясняет. И прямо сейчас видео недели от крутых липецких пацанов. Внимание на экран. Походу, последняя фраза, сказанная в этом автомобиле, была «Слышь, да не переживай, на крыше царапин не видно, она же сверху». Пришло время подвести итоги нашего конкурса. Итак, нам прислали четырёх котов, одного милого кролика, двух лошадей, трёх собак и одного динозавра. Но самая крутая фотография – это фотография домашней улитки. И наш победитель – Виолетта Быкова. Задание на следующей неделе – фотографируем что-то смешное, ведь на носу 1 апреля. Ну а я с вами прощаюсь. Не забываем помечать самые классные фотографии тегом «ТВК-48». Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Ну, примерно так, как это делает мой коллега Мигель Фернандес. Всё, пока!